Друзья, всем привет! С вами Дагестан туристический Анжела Рахимова и Фарид Муслимов. Мы в Курахском районе и по традиции, как заведено у Лизгинов, свой съемочный процесс мы начинаем с чашки чая. Хпюк – один из старинных огульских аулов Курахского района. Село обосновано в начале 16 века двумя братьями-огульцами – Магомедом и Хапукаем, от имени которого впоследствии село и получило свое название. А Кольцово-Наул – старинными кладбищами. Такое соседство ничуть не пугает местных жителей, да и времени пугаться нет. Жители села в это время заняты земледелием. Это основное их занятие. Основным занятием жителей села Хпюк является животноводство и земледелие. Как вы сейчас видите, идет подготовка к посадке картофеля. Делают это по старинке с помощью плуга и лошади. Делают это по старинке села Хпюк. Сейчас здесь идет прополка картошки. Жители села сажают. И мы, конечно же, не могли не присоединиться и не помочь. Здравствуйте! Да! Вам помощь нужна? Обязательно нужна! Я специально приехала из Махачкалы, чтобы помочь вам с картошкой. Нам, вот только вам. Так. Закопайте. А, то есть я должна закапать картошку, да? Так, не знаете, берете вот так, вот, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас закопайте. Давайте. Вот так потихонечку, потихонечку, не бойся, не бойся. Хорошее это получится. И что, нормально получается у меня? Нормально, нормально. Ой, это, наверное, вот так вот нужно сделать. А как урожай вообще хороший бывает? Иногда бывает, иногда не есть. Да. Смотри, какие погоды. А вы как, этот, дождь поливает, да, здесь? Только дождь. А на чем-то? Не поливная. Ага. Вот скажите, а что вы делаете уже с картошкой? Сами все время ее едите или все-таки продаете? Продаем и едим. Все, до свидания. Ждите меня за урожаем. До свидания. Что, идем дальше? Скажите, пожалуйста, что у вас сейчас здесь происходит? Что вы сажаете? Картошку сажаем вот сейчас, потом морковку, потом там сено надо уже, косить будет время. Овцы загоняем в пасть, потому что туда нужно ходить, дает овец. То есть в одного? Да, 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 да. Ну что, друзья, мы в селе Хпюк-Урагского района, село Хпюк-Урагского района, село Хпюк-Урагского района. Село нас встретило дождливой погодой, хотя местные жители очень рады таким погодным условиям и говорят нам, что мы барракатная съемочная бригада, которая приехала вместе с дождем. Что ж, по селу сегодня будем гулять с зонтом. Село очень интересное, есть на что посмотреть и есть, что вам рассказать. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Мы как-то тут не снимали еще? Да, при дождливой погоде, кстати, да, это первая передача, которую мы снимаем во время дождя прям. Барракат. Да, барракатные мы такие вот. Хпюк – это покосившиеся дома, разрушенные сакли, маленькие дворики, пахнущие вкусным обедом и кизяком. Аромат у села, конечно же, очень интересный. Прогуливаясь по Ахпюгу, можно встретить очень много вот таких вот заборов из кизяка. Дело в том, что село не газифицировано, люди отопляются вот таким вот натуральным способом, то есть кизяком и дровами. На самом деле, хочу сказать, если вы думаете, что это какой-то отвратительный запах, на самом деле это не так. Кизяк перемешивается с запахом природы и получается такой, знаете, очень интересный аромат натуральный. Раньше в Хпюге строились трехэтажные дома. Вообще, это такая практика во всех селах Дагестана. То есть на первом этаже располагались коровы, на втором – овцы, а на третьем уже жили сами люди. Делалось это для того, чтобы помещение отапливалось с помощью животных. Везде кизяк просто. На самом деле, нужно очень аккуратно проходить по улочкам Хпюга, потому что на камнях везде, везде навоз, причем свежий. Вот, сейчас мы спускаемся в старую часть села, к Гадикану. Вот, именно здесь располагался раньше Гадикан, где решались все важные вопросы села. Скажите, пожалуйста, а что за отверстия вот на этих камнях? Это отверстия специально вот здесь Кадикана большой, здесь народ собирались. И одновременно люди работали. Работали раньше, и тулупы делали, готовили. И постоянно в руках находились шкуры. Баранина, скотина от скотиного. И вот, когда баранина, шкуры пропускали через дырку, когда отбелали. Они мыли, потом мазили, ну, спекчали там туда-сюда. Потом ножи специальные, которые хватит у меня, две штуки. Вот этим ножом обделали, ошкуривали, слой снимали, потом пропускали через эту дырку. Если через эту дырку прошло, то готово. Это умывальник. Здесь кран был раньше. Ну, не такой, который открывал-закрывал. Ну, своеобразный. Деревячку вытаскивали, обрасывали. И заполняли водой. Вот смысл Гадикана. В общем, да, люди не сидели без дела даже на Гадикане. Без дела не сидели никогда. Это Гадикан, да? Да. Как часто вы тут собираетесь? Там Гадикан, на центральный Гадикан, там в центре села. Там большой, большим камнем. Такие, как балки, длинные камни стали. Все старики с таким бородом, как сейчас я. А сейчас не осталось никто. Смотрите, Дагестан, смотрите, Дагестан. Крутейки. Стоять. Друзья, местные жители рассказывают, что на вершине вон той вот горы погиб чабан и 300 барашечек из-за удара молнии. Такая вот печальная история. Вот посмотрите, кругом, по-моему, что кругом у нас кладбище. Это даже считается объем селения вот такой небольшой, а вот кладбищ много. Это вот и есть двухъярусное кладбище. Да, да, да. Вот вытаскиваем первое, второе, вот третье. То есть они друг на друге захоронения? Да. Это говорят, что это село самое древнее в этом районе. Все, прогнала. Да. Мои подружки, курочки. А коровы? Коровы – это вообще моя любовь. Подари мне корову, Фарид. Не смей говорить, что я сама как корова. Кизяк в каждый дом. Друзья, Фарид заметил вот эту вот лепешку и считает, что это пальцы женщин местных, которые лепили эту лепешку на вот этот вот столб или стену. А я говорю, что не могут быть у женщин такие толстые пальцы. И все, теперь мыть руки и есть хинкал. Изумительная холодная горная вода, которая не оставляет налета в чайнике. Фарид, ты видишь, что в чьем-то доме топится печь на кизяках? Я думаю, что там готовят хинкала. Я очень проголодалась. Самая любимая часть съемок – это еда. Ммм, так мило. Серьезно, спасибо большое, так мило. Да, вот мне и куртка. Жалко, что у нас нурку не разбудят. Просто уникальное село. Во-первых, посмотрите, какой подарок мне сделали. А во-вторых, хинкал сегодня у нас будет готовить не женщина, а мужчина. Камиль Абдулаевич, скажите, почему готовите хинкал вы, а не я, например? Это у вас такая хинкал, чапанский хинкал. Ага, его, наверное, готовят только мужчины. Мужчины, да. Что ж, давайте приступим. А ты что, наблюдать будешь? А я буду наблюдать. Есть холмы и печаль. Пока Камиль Абдулаевич готовит хинкал, я слежу за мясом. Чтобы никто его не съел. Ну как, готово у нас? А ты чего это интересуешься? Я думаю, вы поделитесь что-то? Нет, конечно, парень. Я даже специально согласилась вытащить его, чтобы ни с кем не делиться. Мясо мое! Мурат, не помогай мне. Посмотрите, Мурат, аромат, правда? Это молодой барашек, его специально выращивали для меня. Так готовится чабанский хинкал. Так, это не я делаю. Видишь, вот эту вот, эту стрелу. Привет! Давай идем к нам. Что ж, друзья, наша поездка в Курахский район, в село Хпюк, подошла к концу. Заканчиваем мы ее вкусно, чабанским хинкалом. Куда мы отправимся в следующий раз, пока не знаем. Так что оставайтесь с нами. КОНЕЦ Заканчиваем съемку. А на самом деле, как? Не клянусь, мне нравится. Да, мне так безумно нравится. На самом деле, мне очень нравится этот зон. Блин, ты что снимаешь? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ